Когда в начале 90-х в лице и тогда еще мебельного производства и автомобильного транспорта набирали учащихся по специальности кузнец, рассчитывали на то, что молодые специалисты будут востребованы. Так и получилось. Упускники среднеспециального учебного заведения на расхват их сегодня. Например, учащийся третьего курса Владимир Макаревич уже знает, что пойдет работать кузнецом на завод средств малой механизации. Это интересно, увлекательно очень даже. У нас есть секции, кружки, ну куда мы ходим, занимаемся ковкой, ездим, выступаем. Дожинки, город мастеров. Мы учились делать всякие подделки из металла, розы. Вот мангал делали, фонарь. Ну вот подкову вы видели, как делаем. Ковать железо пока горячо и приручать жесть научился и его одногруппник Юрий Бондарук. Он освоил художественную ковку. Это на практике дело непростое. Но в итоге каждый учащийся данной специальности за несколько минут может изготовить розу любого размера. Кстати, сама программа обучения колледжа машиностроения рассчитана еще на получение двух не менее востребованных профессий. Эти вот две профессии, даже три, они, ну, можно сказать, друг друга, но никак они. Они взаимосвязаны, тесно. Как бы в кузне без сварки надо везде и сварку где-то что-то подварить, чтобы деталь держалась. Так же и в сварке где-то деталь загнуть, как ее правильно, но тоже надо знать кузню. С Азов изучая тонкости кузнечного дела, будущие специалисты под руководством мастера Николая Мельниковича. Долгое время он и сам трудился кузнецом на городском предприятии. Теперь науку работать с железом преподает своим ученикам. Сложности я смотрю, когда у ребят есть заинтересованность, как бы они сами быстро преодолевают эти все сложности. Им интересно, они учатся, как бы, таких, у кого есть желание, навыки приходят со временем, как бы, как в любом деле. Дело всей своей жизни мастер Мельникович никогда не считал только техническим. Скорее, профессия для него еще и творческая. Металл в руках умельца, материал весьма податливый и пригодный для творчества. Профессия кузнеца, она была перспективна не только в наши дни, она самого древнего времени, потому что, как бы, работа кузнеца – это эксклюзивная работа, как бы, она все оценилась, потому что делаются такие дорогостоящие вещи в наше время. Сейчас у нас ходит в моду художественная ковка, как перила, заборы. Вот поэтому, как бы, она и ценится. Это, кстати, единственное учебное заведение в Брестской области, где готовят кузнецов. Специальность интегрированная. В дополнение, выпускников обучают профессиям водителя и газоэлектросварщика. С таким дипломом у выпускников не бывает обычно проблем с трудоустройством. Тот же кузнец требуется на заводах. Вот у нас, ребята, были запросы, даже Баранович и Амкадор работают кузнецами. Сварщики на наших предприятиях промышленности. То же самое сельское хозяйство. Нужен как и сварщик, так и кузнец, потому что профессия старая, старинная. Ее надо сейчас развивать и поднимать, потому что мы забыли, кто такой кузнец, какие вещи он делает. Ну а водитель автомобиля категории С, водитель-профессионал, который перевозит грузы и нужен везде. Поэтому перспектива довольно широкая и хорошая. Ребята по данной специальности практически имеют стопроцентное распределение. Кстати, чтобы поступить на данную специальность, нужно иметь хороший средний балл. При зачислении проводят конкурс аттестатов. В этом году самый высокий из них был 9.